Всем привет! Сегодня будет видео о моем похудении. Вообще, изначально я не думала, что эта тема будет как-то актуальна и интересна на моем канале, но уже где-то с поздней осени того года, с ноября где-то так, мне стали поступать очень много вопросов. Инна, расскажи, как ты держишь себя в форме? И в последнее время, когда перед Новым годом и в Новый год, вот все, что было у меня в видео уже вам как-то рассказывало вкратце, случились все вот эти неприятности, когда пошла черная полоса, то я, видно на нервике, видно на этих стрессах и на переживаниях, и на утомлении на этом сильном, я сбросила сразу 3 кг за 10 дней. И то есть, так как я была 61, осталось 58. Я, когда встала на весы, я, конечно, очень удивилась, я была безумно, с одной стороны, довольна, с другой стороны, было как-то в душе неприятно, что вот таким вот образом, вот такой стресс я пережила, да, и вот так вот за 10 дней у меня просто сожглось. Скажи, девчонки, это не способствовало тому, что только стресс привел меня вот именно к этим 58 кг. Также в форме мне помогло быть то, что я, мое питание. Изначально вообще, после первых-вторых годов, я себя держала под контролем, потому что мне легко разойтись и быть плюшкой такой, не знаю, в 63-65 кг. Даже это все зависит от того, что я для себя поняла, что а. для начала мне надо двигаться много, б. это равноправное питание, равномерное в течение дня, и С. это исключить по-любому, я уже себя знаю, свой организм, булки, мучное, сладкое, шоколад. Для тебя вот эти вот все три нюанса, я их соблюдаю. Наверное, начнем для того, что питание. Если я вам сказала уже, я употребляю сладкое, мучное, всякие булочки, печеное, то у меня не только портится фигура, у меня также на лице высыпания различные. Я не скажу, что я вот вообще не прикасаюсь и не попробую. Конечно же, я бывает могу съесть одну булочку, я могу съесть что-то из сладкого. Но, например, я держу себя под контролем, да, я там раз в неделю могу скушать, но стараюсь больше овощей есть. Где-то пол девятого утра в 9 утра, максимум до 10 утра, вот в этом периоде, с 8 до 10 я встаю, помылась, все там, крем нанесла, все дела, и я приготовлю, допустим, себе еду, мне надо что-то покушать. Я выбираю, каждый раз меняю. В основном я стараюсь покушать кашу, потому что она, в принципе, она горячая, она сытная, она полезная. Это, конечно же, овсянка, или я люблю гречку делаю, то есть на молоке. Я молока не боюсь, в принципе, это тоже вкусно и мне нравится. Если не кашу, то я, допустим, могу покушать творог и немного сметаны. Это тоже как бы сытно, и сметаны я тоже так же не боюсь. И после этого также выпить чай. Обычный чай, без сахара пью вообще всегда. Все. Далее, потом где-то полдвенадцатого дня я могу перекусить, например, ну, яблоко скушать какое-то. Далее уже я жду обеда, и где-то обед, с часу до двух, я стараюсь покушать что-то, например, или суп какой-то, да, первое, или на замену, например, вместо супа я могу съесть какой-то салат. Я, например, отвариваю себе свеклу, и ее могу смешать с майонезом, и вот так покушать. Опять же, с обед я, например, могу съесть что-то поплотнее, но зато наружу полегче. Или наоборот, я вот так меняю. Также на обед я, например, могу съесть картофель с приготовленной на пару котлетой или с рыбой. После этого обеда я выпиваю чая без сахара. Потому что без чая я не могу, чая я очень люблю. Допустим, я погуляю по улице где-то в этом периоде, да, с двух до четырех с ребенком. Мы потом приходим домой, я его помню и также кушаю сама опять. И кушаю я что? Я чем-то перекусываю. Опять каким-то либо фруктом. Например, я сюда одно яблоко или, допустим, две мандаринины там, например. И по максимуму край я пытаюсь поесть до этого, до семи хотя бы. Я, например, тоже что-то. Опять же, если я в обед ела легкий суп, то вечером я могу поесть что-то, опять же, на пару, опять же, с рыбой. Рыба, допустим, и свекла. Например, огурцы, помидоры, что-то такое сделать. И что-то дополнительно, какой-нибудь стейк, филе сделать. Сама это делаю я. Не покупаю покупное. Вот эти вот всякие готовые. Я выхожу уже после ванны. Какие-то все свои процедуры я делаю. Записываю еще чашку горячего чая на ночь. И все, в принципе, потом я ложусь уже когда спать. И до утра я ничего больше не кушаю по ночам, не хомячу. Девчонки, вот как видите, вот такие мои основные правила. Я могу кушать, в принципе, все. Я могу жареное, соленое, острое. Я могу, я не знаю, может быть сладкого где-то съесть. Но опять же, самое главное для меня это 3-4 раза в день поесть, но понемногу. Потому что, во-первых, это сытость. И в течение дня много движения. И все это вскупе. Получается то, что организм успевает перерабатывать. Один был такой вопрос, наверное, по поводу, как вот именно я держу себя в форме, как я выгляжу, да, хорошо. Я лицо, волосы и так далее. То, конечно же, я, например, успеваю в ванне вечером, каждый вечер сделать несколько ритуалов. Я считаю, что у меня есть большое желание к этому. Например, я захожу в ванную, и я сразу умываю лицо, наношу маску, и в это время также маску на волосы. И подбираю, допустим, одинаковые по времени маски, например, на волосы, на лицо по 15-20 минут. И если у меня есть меньше времени, то я наношу, например, что-то более, то, что действует быстрее. Даже если, когда у меня пока маска на лице и на волосах, то, что в это время я делаю в ванне, я, конечно же, или я мою кисти, или второй вариант, в другой вечере я, допустим, мою свое тело, и хорошо, более и сильнее занимаюсь. Я в это время пока скрабируюсь, и какими-то там массажными плитками мажусь. Такой мой рассказ, наверное, небольшой. Девчонки, надеюсь, я ответила вам на ваши вопросы. И не понравилось это видео. Если я не ответила на какой-то ваш вопрос, который вы все же хотели от меня услышать, то напишите мне обязательно в комментариях, пишите в личку. Я тогда сниму еще одно, и постараюсь вам все рассказать более подробно. Спасибо всем огромное за просмотр, что остаетесь на моем канале. Спасибо новым подписчикам. Всем пока и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok